Мы сегодня собрались, чтобы посмотреть фильм режиссёра Юлии Киселёвой, который называется «Мозг. Эволюция». Ну, не просто посмотреть, а поговорить о нём после просмотра. Для начала хотела бы сказать, что мы... Организован этот показ Российской гильдии неигрового кино и телевидения в рамках программы «Мой киноклуб», которая проводится при поддержке фонда президентских грантов. В этот раз партнёром данной программы выступает Иркутский областной кинофонд. Ну и ещё мы рады приветствовать из других городов представителей и вот тоже программы «Мой киноклуб». С нами сегодня там аж восемь площадок. Для того, чтобы не тратить время до просмотра на разные разговоры, я хотела бы сейчас как раз предоставить слово Юлии Киселёвой, собственно, режиссёру. Она вам несколько слов скажет перед фильмом, и мы начнём смотреть. А всё остальное потом. Добрый день. Меня видно? Да. Видно, отлично. Ну, собственно, фильм полнометражный. Это второй фильм про мозг, который я сняла. Первый фильм назывался «Мозг. Вторая вселенная». Этой темой я с 2014 года занимаюсь. Сейчас мы делаем уже четвёртый фильм на научно-популярную тему. Ну вот как-то так получилось, что после 15 почти лет работы в документальном кино я как-то так вот плавно ушла в жанр научно-популярного кино. Мне он сейчас очень интересен. И сейчас мы вам покажем кино. Я не знаю, есть ли смысл что-то сейчас о нём говорить. Мне кажется, может быть, лучше посмотреть. Может быть, и нет. Да-да-да, давайте мы посмотрим, а потом уже оставим просто побольше времени на вопросы, обсуждения. Поэтому лучше говорить о том, что вы уже посмотрели. Поэтому я желаю всем приятного просмотра. И встретимся с вами через 86 минут. 86 минут фильм идёт, поэтому увидимся. Да, увидимся. Дорогие друзья, мы закончили просмотр. Сейчас у нас с вами есть возможность поговорить с режиссёром, задать вопросы интересующие, которые нас в момент просмотра посетили. Можно писать в чат. Ну, для того, чтобы немножко как-то спровоцировать вот эту нашу дискуссию, я начну. Есть вопрос по поводу подготовки к фильму. То есть Юля уже сказала вначале, да, что, во-первых, это диалогия, которая началась ещё там значительное количество лет назад. Вот, собственно, подготовка. Ведь это учёные, консультанты, это исследования. Причём первый фильм, как мне показалось, был такой более популярный, а этот более научный. Поэтому вот хотелось бы сказать, насколько, во-первых, люди охотно и с готовностью пошли на то, чтобы стать героями вашего фильма. И как долго вы сверяли там факты, чтобы информация научная, серьёзная была подана людям в понятной форме, но в то же время без всяких там фактических ошибок или неправильных толкований. Я вижу, ещё вопросы в чате есть. Я, наверное, сейчас всё объединю просто в один ответ. Да, с удовольствием. Смотрите, тема, да, тема жутко интересная. Тут есть такая некая доля случайности, почему я стала снимать это кино. С одной стороны, мне всегда была интересна наука, медицина, биология. У меня родители-врачи, целый книжный шкаф был посвящён исключительно какой-то медицинской теме. Я там с детства это всё листала. Было интересно. Я даже там класса до шестого была уверена, что я пойду по их следам в мединститут. Вот, в общем, всё это изучала. А потом меня всё-таки унесло в журналистику. Я долго занималась журналистикой. В журналистике мне стало тесно, потому что формат журналистики не позволял говорить на какие-то философские вещи. А я люблю поговорить. Вот, поэтому, в общем, я перешла в документальное кино. Там больше возможностей героя раскрыть. В общем, мне всё нравилось. Поступила в АВГИК. То есть сначала я закончила журфак, потом, значит, в ГИК. И в АВГИКе нам показывали советский научпоп. Это вообще отдельная, отдельная такая история. Совершенно потрясающие фильмы. И я на это смотрела и думала, вот классно. Но понятно, что время другое. Потребности у аудитории другие. Потому что в советское время, например, научно-популярное кино часто несло такую информационную функцию. То есть зритель приходил в кинотеатр, и там перед игровой картиной, например, он смотрел «Маленький док» либо «Научпопа». Ему рассказывали о том, что там нового в науке происходило. Сейчас у нас есть порталы, и там буквально вчера выходит статья в какой-нибудь Science. Сегодня её уже переводят на русский язык. И вы уже можете везде прочитать, даже на русском языке. Поэтому у нас нет функции информационной, в малой степени, наверное, сейчас. Но у нас, как у художников, осталась функция эстетическая, где-то развлекательная. И поговорить, осмыслить тот поток информации, научных данных, исследований, что вообще интересного происходит. Мы, собственно, с этого и начали. Мы начали писать в вузы, в лаборатории, в институты просто вот простое письмо, что мы хотим снять фильм про мозг, а вы его изучаете. Если изучаете, то что именно? Потому что мозг — тема огромная. Я начала этот фильм снимать, потому что мы просто как-то встретились с приятелем, который продюсер игровых картин и сериалов. И он говорит, я хочу снять какой-то док. А я думаю, ну вот я снимала док много, и для меня было понятно, что ты снимаешь документальное кино, и ты его показываешь на кинофестивалях. То есть такая обычная дорога любого режиссера, закончившего в гик. И о прокате я тогда не думала, тогда у нас и не было как такового там большого проката, какого-то документальных фильмов. А тут я сижу со своим знакомым и думаю, ну вот он снимает большие фильмы, выпускает на экраны. Он только что там снял фильм «Горько», который был кассовым, ну как продюсер. Значит, нужно что-то такое же, какую-то тему, на которую могут зрители прийти в кинотеатры. Ну понятно, что я там снимаю про шахтеров. На шахтеров, наверное, зрителей сложно привезти в кинотеатры, так же, как на фильм про сельское хозяйство. Вот, а, наверное, вот тема «Мозга», она как раз благодаря Татьяне Володимировне Черниговской, она стала популяризироваться в тот момент, и очень много грантов выделялось на исследования, вот начался такой нейробум какой-то. И думаю, вот, наверное, вот тема интересная. И я ему изложила эту идею, он говорит, о, круто, давай делать. Но через месяц он сказал, я не знаю, где деньги искать на док, ну все-таки я пойду дальше сериалы делать. А у меня уже были договоренности с героями, я думаю, как-то неудобно. Я тут договорилась с героями, с учеными, что мы снимаем, я же не могу сказать, что все, у нас денег нет, мы не снимаем. И думаю, ну ладно, сама попродюсирую. Это был, конечно, кошмар и ужас, у меня не было продюсерского опыта никакого, и поэтому я много чего делала неправильно, я потратила там деньги туда, куда не надо. В общем, все это было очень грустно и печально. Но в итоге спустя три года поиска финансирования параллельно съемок, и тут, конечно, огромное спасибо моей съемочной группе, которая за какие-то копейки вообще просто работала, мы выпустили фильм, да, мы выпустили, и более того, мы его выпустили в прокат потом. Тут вопрос про прокатную судьбу. Интернет говорит, что у вас один из самых успешных документальных проектов именно в плане проката, и называют это научно-популярным блокбастером и так далее. Значит, удалось. У нас небольшие сборы, у нас сборы миллион двести, но в принципе у нас вообще не так много документального кино выходит в прокат, поэтому, ну, наверное, среди вообще всех документальных картин у нас как бы есть такой неплохой охват аудитории. Вот, с одной стороны, ну, опять же, в прокат я его выпускала тоже, у меня не было рекламных расходов практически, ну, то есть я какие-то свои там деньги во что-то вкладывала, там, таргетинг я сама пыталась настраивать в Фейсбуке. Вот, и понятно, что мы как-то не рассчитывали, что он выйдет в прокат, мы просто поставили в кинотеатры, увидели, что билеты раскупают в Москве. Думаю, а если попробовать в Екатеринбурге? Сделали премьеру «Аршлаг», ну, ладно, поставили в прокат на месяц. И как-то вот было просто еще время удачное, люди еще ходили в кинотеатры. Да, еще тогда, тогда. Вот, если бы тогда мы бы подошли, например, с теми знаниями, которые есть сейчас, да, и вложили бы какие-то деньги в рекламу, я думаю, мы бы собрали там в четыре раза больше у нас были бы сборы. Но так как мы вообще ничего не умели, делали мы это я и Света Бондарева, мы субпродюсер, коллега, подруга, вот, мы вдвоем с ней как-то пытались, а что бы сделать, а давай напишем письмо в какое-нибудь там Новосибирское управление образования и попросим информационной поддержки, пишем, нам приходит ответ, нет, мы не можем вас поддержать, у вас коммерческие показы. Мы как, как, вы уже в кинотеатре за билеты продаете? Вот, поэтому, в общем, это все было немножко спонтанно, а с другой стороны, мы уже снимали второй фильм, и нам особо некогда было прокатом заниматься. Ну, в целом, там, полтора года он с СДК шел, и как-то, и мы стали снимать второй фильм, думая, ну, сейчас вот мы второй выпустим в прокат. Уже намеренно, знаешь, уже знаю примерно, как все это работает. Выпустили в прокат, мы сборы были, ну, то есть за три месяца проката нового фильма мы собрали столько же, сколько за полтора года первого, а потом пришел ковид. Я не знаю, чем бы закончилась эта история, если бы он не пришел. Наверное, сборы были бы больше, так мы тоже остановились там где-то на миллион двести, вот, за три месяца. И на самом деле хуже было, потому что я смотрела сборы, сравнивала кинотеатры, взять, например, Дом кино в Саратове, я смотрела, что там первый фильм собрал столько-то, а второй там в десять раз меньше. И, по-второму, вот так точечно по кинотеатрам сборы были сильно меньше. Мы стали думать, что вообще произошло. Выяснили, что люди меньше стали ходить в кинотеатры, стали меньше ходить на док, стали меньше доверять российскому фильму, вот что у нас произошло за полтора года. Российскому кино, в принципе, я встречала там посты, где там девушка там репостила, например, наш трейлер и говорила, вот такая тема интересная, но я так боюсь идти на российское кино, ну, хоть и док, я вот не знаю, а кто-нибудь что-нибудь слышал, а стоит, не стоит. Ну, то есть вот и есть такой момент. Ну, плюс к этому сильно развелись платформы, интернет-платформы, и сейчас док смотрят, но смотрят на платформах, то есть люди не понимают, зачем на док идти в кинотеатры. Более того, не просто зрители не понимают, мне такие вопросы иногда даже на питчингах задают, у вас научпоп, вот же телек, зачем вам в кино? Вот я пытаюсь объяснить, ну, мне очень странно на питчинге объяснять, в чём разница между кинодраматургией и теледраматургией. Но, в общем, говорю, нет, ну, мне важно, чтобы, по крайней мере, эволюцию мы точно делали под кинопрокат. Причём я даже думала, что это будет не фестивальная история, то есть первый фильм он был удачный, на фестивалях мы даже получили, мы получали призы зрительских симпатий даже среди там, игровых, неигровых картин, например, на фестивале предчувствия. Вот, второе кино, оно менее зрительское, как вы правильно сказали, да, оно более такое фундаментальное. То есть, первое, дети смотрят, любят, им нравятся там, видимо, какие-то цветные картинки, мультики. Второе, чуть сложнее, потому что в нём поднимается тема свободы воли, какие-то философские вопросы. Детям сложно смотреть. У меня ребёнок немножко боялся вот того момента, когда мы начинаем говорить, что, может быть, мозг нами управляет, она говорит, ой, мам, всё, я это... А первый, да, первый смотрели. Второй, мы думали, он будет, ну, он чуть посложнее, и почему-то я не рассчитывала на кинофестивали, ну, может быть, потому что я понимала, что вообще формат 86 минут, его сложно на кинофестивали отправлять. Вообще все любят короткие метры, им там пришлось даже сделать версию 64 минуты, мы вот её канал Культуры показывали. Но оказалось, что второй фильм более успешный на западных фестивалях. То есть западные фестивали, вот второй фильм прям полюбили, в общем, в отличие от первого. А первый больше любила российская публика, российские фестивали. Ну, какая-то есть разница. Вот. По поводу фактов учёных, сначала было сложно, потому что нас принимали за журналистов, мы когда писали. Есть немножко такая случайная выборка, потому что мы когда писали, нам приходили ответы, большинство отказывалось сниматься. Кто-то даже деньги просил, типа давайте 20 тысяч рублей, и мы его спускаем в лабораторию. И поэтому, собственно, первый откликнулся Александр Яковлевич Каплан, второй Василий Ключарёв, и мы вот и начали снимать с МГУ, с высшей школой экономики. После того, как мы первый фильм выпустили, уже стало легче, потому что, ну, первый фильм прошёл, всё хорошо, никакой псевдонауки, и нас уже стали пускать более охотно, спокойно в лаборатории. Более того, когда мы первый фильм снимали, мы уже примерно... Ну, я, конечно, говорила, что больше никогда второй раз. Нет, это невозможно. На три года мы делали этот первый фильм. А потом как-то так... А зрители спрашивали, а когда продолжение? Я говорила, не, никогда. Всё, а, стоп. А потом мне звонит сценарист Света Герасимова и говорит, слушай, мне приснилось, что мы сняли второй фильм и назвали его «Мозг-эволюция». Я говорю, о, класс, слушай, давай. И мы что-то так пошутили-пошутили, и раз так что-то вот... И пошло дело, да? Да, как-то даже я не заметила, честно говоря, как это произошло. И я уже тогда... Ну, мне уже тогда было проще. И я, на самом деле, я просто учёным задавала вопрос. Вот смотрите, вот мы хотим снять, например, про свободу воли или ещё про что-то, а вот какие могут быть эксперименты, связанные вот с этой темой, потому что мы же кинематографисты. Ну, экранизировать научную статью сложно, да? То есть нам нужно... Нам нужно что-то около вот этой тематики, чтобы, ну, там, вот обезьяна, дети лично, давайте адаптируем. Оксана Зинченко нам адаптировала, там, один из экспериментов к детям, мы там с детьми снимали. Я говорю, надо детей, детей проще снимать, у них эмоции ярче, могут быть какие-то неожиданные моменты. Давай вот адаптируем эксперимент к детям. Он для взрослых был, мы для детей сделаем. Потом мне прислали ссылку на журнал высшей нервной деятельности, где было шесть статей про свободу воли. Вот как раз Данил Эрозеев инициировал такую дискуссию, написал статью, и ему отвечали психологи, физиологи, философы. Я посмотрела, я думаю, что что такое шесть статей на тему свободы воли, в чём суть? Давайте разберёмся, почему учёным сейчас это интересно, как это связано с мозгом. И, ну, с одной стороны, я же снимаю кино о том, о чём мне интересно, я тут такой эгоист, мне вот интересна эта тема, я начинаю копать, мне интересно, как это можно подать, как это можно отразить художественными средствами, потому что понятно, что мы не снимаем науку, как она есть, то есть мы приходим снимать эксперимент Либи, выключаем свет, ставим свой фиолетовый. Понятно, что учёные не работают при фиолетовом освещении, где там едва что видно, но нам нужно так для изображения. Поэтому здесь нет сложностей в понимании темы, то есть у меня же учёные, они выступают как бы консультантами, то есть когда самый сложный, наверное, момент в этом фильме, сложно было объяснить зрителям, чем занимается Михаил Лебедев, вот эти эксперименты с обезьянами, с интерфейсами МОС-компьютер, с какими-то двунаправленными интерфейсами, неподготовленному зрителю сложно, и мне пришлось три раза записывать интервью с Михаилом, и говорить, нет, давайте ещё раз вы объясните, а вот теперь возьмите бумажку и нарисуйте, пожалуйста, потому что непонятно. Я показывала фокус-группе, мне фокус-группа говорила, мы не понимаем, что он делает с обезьянами. Ну, в общем, каким-то образом, то есть мы совмещаем там фокус-группы, ну, просто там показываю коллегам, и как-то приходим к тому, что вот эта вот грань, когда вроде наука есть, и в то же время вроде она популярная, то есть зрителю, в принципе, понятно, о чём речь идёт. Вот, сейчас дальше вопросы читаю. Что вы можете сказать об идее академика Бехтеревой, что мозг живёт в своей почти независимой от тела жизни? Мне кажется, что это было, наверное, не так немножко сформулировано, я не очень понимаю, что здесь имеется в виду. Если вы можете объяснить, мозг не может жить независимо от тела, потому что он постоянно получает от тела обратную связь, и регулирует биохимию, поэтому тут я просто не очень понимаю, про что вопрос. Дорогие друзья, если у кого-то есть желание голосом задать вопрос Юлии, это тоже можно обустроить, напишите, пожалуйста, об этом в чат, и можно включить микрофон. Ну вот про прокатную судьбу я уже сказала, да, у нас, как обычно, кино, фестивали, кинопрокат, телевидение, и сейчас фильмы на онлайн-платформах есть, можно на ИБИ посмотреть, и первый фильм, и второй на нон-фикшене, кинопоиск и так далее. Я ещё хотела бы в продолжении своего вопроса вот что узнать. Скажите, как вот соблюсти этот баланс, чтобы, с одной стороны, не перегрузить зрителя терминологией специфической, да, какими-то медицинскими там терминами, научными формулировками, но в то же время не уйти в какое-то такое, знаете, повествование, ну, из совсем простенького, очень популярного журнала, который, может быть, сразу ставит на другую ступень вот такую большую работу. Это тут какое-то внутреннее ощущение, скорее всего. Я даже не знаю, я же не свяжу специально. С одной стороны, я понимаю, что, вы знаете, как страшно было, когда мы первый раз показывали «Мозг. Вторая вселенная». Мы же понимали, что до этого таких фильмов в принципе не было, да, у нас, чтобы там раз, и мы решили научпоп вдруг на большом экране показать в кинозале. Одно дело по телеканалу какой-то там, ну, мы все знаем, как делать фильм для телевидения, как вот эти вот крючки там, да, ну, это все понятно. Здесь понятно, что это авторское кино, и нас отобрали на фестиваль «Мир знаний». Мы еще, я даже фильм еще доделать не успела, в фестивале начали просить кино, и в итоге у меня «Мозг. Вторая вселенная» с недоделанными слегка титрами вышел. Просто мы не успели физически. Я вот уже в ночь перед фестивалем все это выгоняла мастера, отправляла им, и мы поехали со Светланой на фестиваль в Питер, никому об этом не сказав. То есть мы сказали, что у нас... А, там еще был конфликт интересов, был фестиваль «360» и «Мир знаний», и они все хотели премьеру, но один в Москве, другой в Питере. И мы пытались это урегулировать, в итоге решили, что премьера у нас в Москве на «360», «Мир знаний» на несколько дней раньше, но мы не говорим, что это премьера. Ну, как-то мы так с ними со всеми посовещались. Мы думаем, ну, ладно, мы поехали в Питер, и нам было страшно. Я даже в фейсбуке не написала, что мы на фестиваль отобраны, потому что мы думаем, сейчас мы приедем... А, это был фильм «Открытие фестиваля», более того. И я думаю, сейчас мы приедем, там открытие фестиваля, представляете, да, у фестиваля «Мир знаний» очень хорошая промо, и туда приходит много людей. И это «Лен Док», это 300 человек зал, плюс мы пришли, а там мало того, что 300 человек, там еще люди вот так вдоль стен стоят, открытие фестиваля. Я думаю, вот сейчас они как начнут уходить с фильма, потому что, ну, полтора часа про науку, и мы досмотрели, и никто не ушел. То есть вот они как стояли вдоль стен, так они и стояли. Ну, мы так сразу, о, фильм как-то интересный. Мы остались. Да, было очень жутко, потому что серьезно непонятно было, как это люди воспримут. Тема сложная. Мы когда интервью про синестезию с Антоном Дорсом записали, я пришла домой, я поняла, что я вообще не помню, о чем мы говорили, потому что тема настолько для меня новая, сложная, и мне приходилось перечитывать расшифровки, чтобы как-то вот это все вникнуть. Я думаю, если я не понимаю сейчас, как зритель поймет, мне же нужно объяснить. И понятно, что большой поток информации ни один из зрителей не сможет просто в зале, сидя, воспринимать с экрана. Он пришел немножко за другим, он пришел за эмоциями, и поэтому изначально мы планировали какие-то вот такие развлекательные моменты. Мы понимали, что да, мы показываем там обезьян, да, это будет с одной стороны вроде что-то почти на научную тему, но с другой стороны это просто развлечет зрителя. Вот. И сейчас у нас вот такая проблема есть с фильмом «Чип внутри меня», потому что мы снимаем про импланты, и вот там развлекательных моментов нет практически. То есть я вот сижу и пытаюсь придумать, что и чем можно развлечь зрителя. У нас очень серьезная тема про… Ну, с одной стороны, она немножко несерьезная, потому что сейчас все говорят про чипирование, да, и мы как бы тоже опрос там на улице проводили. В труе, да? На деле опросы, конечно, очень забавно, когда люди начинают рассказывать, что ну нет, я, конечно, против чипирования, но если надо, я пойду. Вот. С другой стороны, это серьезная тема, и там вот я тоже думаю, то есть я как режиссер, да, начинаю думать, каким образом мне эту тему решить, чтобы это было не просто там пересказ чего-то, каких-то… Вот в науке то-то-то, да, но чтобы это еще зрителю было интересно все-таки посмотреть. Понятно. Юль, там есть вопрос в чате про генеральную линию эволюции. Вот интересный вопрос, который касается как раз того, как помогает исследование вот эти новые людям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас я по порядку, когда почитаю вопросы, потому что тут их много. Будет ли третий фильм? Ну вот сейчас мы снимаем, что касается мозга, мы сейчас снимаем фильм «Чип инсайт ми и чип внутри меня» про чипы, про импланты. У нас герои, у которых кохлярные импланты, у которых нейростимулятор, у которых там глубокая стимуляция мозга и так далее, и так далее. То есть мы такое немножко… Это такая узкая тема, да, то есть обратили, наверное, внимание, что и мозг вторая вселенная, и мозг эволюции – это такой некий дайджест, да, то есть он так построен. Там есть сквозная тема, но все-таки это такие некие новеллы. Вот. А чип внутри меня мы решили взять одну тему героев, одна тема будет. А это, значит, у нас четвертый научпоп, а третий… Ну сейчас вот Тимофею отправлю, он мне как раз пишет, если хотите показать трейлер, можете присылать ссылку. Тимофею ссылку пидаю. Мы в апреле, я надеюсь, выйдем в прокат, если все будет хорошо с кинотеатрами, с фильмом про роботов. Ну это мы потом просто трейлер посмотрим про антропоморфных роботов, про то, как мы с ними взаимодействуем. Что практически останется в мозгах тех, кто посмотрел обе части фильма? Ну, а тут зависит, на самом деле, от того, кто посмотрел, потому что есть разные мнения, я вот за зрителями много общаюсь, некоторые плюются и говорят, вы ничего нового мне не сказали. Вот. Ну, у меня не было задачи рассказать что-то новое, опять же, потому что ничего нового я уже не расскажу. Как бы я ни старалась, портал нейроновости сделает все раньше меня. Вот. Поэтому здесь все-таки я немножко надеялась, что зритель какие-то эмоции получит, особенно когда мы смотрим это в кинотеатре, да, и, может быть, о каких-то философских вещах подумает. Поэтому кино вообще вещь не очень практическая, практичная, да, то есть это все-таки не инструкция какая-то по применению. эволюционные механизмы обеспечивают увеличение численности активных индивидуумов в социуме. В фильме преимущественно показано, как наука помогает увеличить численность, не противоречит ли генеральная идея эволюции. Ну, я так понимаю... Наука помогает травмированным и больным? Нет. Ну, это не противоречит. Сейчас же говорят, что немножко эволюция по-другому идет, потому что мы позволяем выживать слабым, помогаемым. То есть об этом можно почитать. Есть большие дискуссии на эту тему, но я не биолог, поэтому, наверное, это все-таки не ко мне вопросы. Вот. Можно на эту тему почитать, тему эволюции. Почему мы показали, ну, эволюция — это тоже, это некий образ. То есть мы... Мне было интересно вообще две темы совместить. Тему свободы воли с одной стороны, а с другой стороны тему эволюции. Здесь эволюция даже с точки зрения того, как человек... Человек взял эволюцию в свои руки, да? То есть мы создаем некую среду, а эта среда потом влияет на нас, и мы как-то меняемся, и мы опять на это реагируем, опять что-то создаем, опять это влияет на нас. Это очень интересно. Мы хотели немножко об этом поговорить, наверное. Но вот с этой точки зрения как раз не противоречит. Вот то, что вы сейчас сказали, это как раз то самое и есть, что мы теперь помогаем тем, кто изначально родился слабым или оказался в процессе жизни в какой-то сложной ситуации, да? То есть вот сейчас наука и эволюция дают возможность этому человеку встроиться опять в нормальную жизнь и в целом оценке нам общества. Наверное, имеют в виду, что генеральная идея выживает сильнейший, а, то, что адаптируется, да? Не сильно, а то, что адаптируется. Да. Вот. Академик Бехтерева, я часто думаю о мозге, как будто он отдельный организм, как бы существо в существе, охраняет сам себя от того, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его целиком. Мне Мария Фаликман после того, как мы кино выпустили, она говорит, ну что же вы не вставили про целевой детерминизм, мы так много об этом говорили. На самом деле, очень много чего не вошло в фильм, и у нас даже есть идея, мы сейчас подали на один грант, если мы его выиграем, мы сделаем много маленьких фильмов на основе двух больших, сделаем много маленьких, используя в том числе невошедший материал на отдельную тему, такие под 15 минут, потому что на самом деле можно долго обсуждать. По поводу вот этой его темы, как мозг думает сам о себе, как мы думаем о нем, что мы думаем по поводу, кто такой я, это тоже можно снимать отдельное кино. Да даже про свободу воли, мы вроде немножко затронули эту тему, но с другой стороны, любой ученый, который говорит на тему свободы воли, у него есть некое представление о том, что такое свобода воли. И даже эти представления могут противоречить. Поэтому это тоже такой сложный вопрос, насколько кино может охватить, да вообще на самом деле не может охватить, потому что если я начну зрителю объяснять, что вот там Василий Ключарев под свободой воли, вот это понимает, а Данила Розеев вот это. Здесь они поспорили, здесь вот это, и это у меня займет еще пять минут фильма, но на самом деле зрителю просто станет скучно, потому что я начну говорить там полчаса только про терминологию. Вот, а кино это все-таки, кино изначально это аттракцион. Вы нашли благодатную тему для развития, особенно с появлением идей искусственного интеллекта. Да. Самое интересное, что фильм заканчивается фразой «Нас уничтожат роботы». Следующий фильм у нас про роботов. Все взаимосвязано. Кстати, по вопросу о том, кто нас уничтожит и уничтожит ли. Тоже в процессе просмотра вот возникло такое беспокойство, я бы сказала, да, вот все эти научные исследования и все те аппараты и различные там технологии и программное обеспечение, которые помогают, ну, например, человеку с инвалидностью вернуться к нормальной жизни. Вот мы там видели этого прекрасного парня, у которого нет руки, да, и он управляет протезом. Ведь это тоже две медали, вернее, две стороны у каждой медали, то есть те же самые технологии можно использовать ведь и не во благо, а во вред. Вот как с этим нам всем жить, быть, не знаю, там, бояться, беспокоиться или все-таки пока все под контролем у ученых, я не знаю, у сообщества научного? Я думаю, это вопрос не к ученым, а к обществу. У нас почему-то были моменты, когда вдруг зрители начинали на ученых нападать и говорить, что такое, посмотрите, как дети растут, они говорили там вообще к чему, почему это к нам вопрос, ну, по поводу там гаджетов, да, изобретений каких-то технических, потому что, да, любой инструмент можно по-разному использовать, но и тут вопрос, насколько это позволяет или не позволяет общество делать. У нас же есть какие-то регуляторы, с одной стороны. С другой стороны, сейчас ученым работать гораздо сложнее, чем, ну, в тех же там 30-х годах до прошлого века, потому что тогда мы могли, в принципе, все, что угодно делать. Эксперименты Павлова, я думаю, что половина из них сейчас была бы либо где-то подпольно сделана, об этом и в фильме говорить. Сейчас для того, чтобы даже мышке сделать укол, нужно подписать какие-то там, в Америке точно, огромное количество бумаг, да, есть этические комитеты. У нас вот героиня Катя, ей на момент съемок было 17 лет, и когда мы сказали, а давайте мы снимем, как Катя стимулирует мозг, ну, ТМС, да, нам сказали, нет, нельзя, потому что ей нет 18. Ну да, с родителями тогда надо решать вопрос, да, какие-то бумаги. Даже с родителями все равно ей нет 18. Вот, поэтому там столько ограничений, что эти ограничения уже мне кажется, ну, это мое личное мнение, да, начинать немножко мешать ученым, ну, просто либо наукой заниматься, либо бумаги заполнять, да, ну, как везде. Вот, с другой стороны, очень много там, этических моментов, и у нас сейчас, ну, знаете, в мединституте, когда мы там мои родители учились, у них вовсю были опыты там с мышами, лягушками, кроликами, собак они оперировали. Сейчас ни собак, ни кроликов, и тут снимала офтальмолога одного, он говорит, я был последний, мы были последним курсом, которые учились на живых лягушках, всё. Вот, поэтому я думаю, что никакой катастрофе мы пока не идём. Был забавный момент, когда мы снимали для фильма «Моск и вторая вселенная» эксперименты с жуками, есть учёный, Мишель Махарбис в Калифорнийском университете, который электроды внедрял в мозг насекомых, и, собственно, он ими управлял, когда насекомые с электродом, они как привязаны к пульту управления, ну, как машинки на пульте управления, ты же нажимаешь, они там налево летят, направо, нажимаешь, и он там стоп падает. Вот, и мы смотрели заголовки в прессе, и журналисты очень охотно такой хайп поддерживали, они говорили, а, финансирование было там чуть ли не пентагоновское, вот, вот, жуки на службе у военных, они будут ходить в разведку, ну, ученые над этим посмеивались, говорили, мы не представляем, как можно доверить жуку какую-то миссию, там, пойти куда-то в разведку, потому что он встретит по дороге банан, и на этом все остановится, вот, но журналисты активно об этом писали, поэтому, мне кажется, тут большая часть это создана СМИ. Ну, собственно, сейчас у нас, как все, как все это откликается. Да, да, да. Так, пожалуйста, еще вопросы тоже есть. про насекомых там человек пишет, что с ними все понятно, а дальше? Вы замечаете, что многократно чаще обращаете взгляд и поворачиваете голову для себя вправо? Хороший вопрос. Замечаете ли вы это? Ну, да, там сейчас кто-то пытается какие-то эти, как это называется, не код доступа, как это сказать. Любой человек, который формулирует какую-то мысль, он не может смотреть прямо, он смотрит в какую-то сторону и пытается сформулировать. Я не помню, я что-то читала об этом в каких-то книгах, честно говоря, не помню уже, наверное, что это означает. Юра, скажите, пожалуйста, вот в работе над фильмом было ли такое, что вас, ну, кто-то, например, обвинял или ставил вам на вид, что вообще вы раскрываете какую-то тему, о которой не стоит говорить, что это такое слишком сложно, слишком, может быть, даже и непонятно вообще вот простому зрителю. И вообще в мозг лучше не лезть, не вмешиваться и ничего сильно про это не транслировать. Это с точки зрения документалиста или с какой точки зрения? Да-да, как будто вам, как режиссёру, я имею в виду. Почему? Я не поняла, почему? Какой мотив может быть? Ну, не знаю, что показать в фильме это всё, конечно, хорошо, но на самом деле же это серьёзное дело, да, к человеку там электроды подключают, его мозг вмешиваются, внедряются в какую-то его очень-очень личную и тонкую вот эту вот субстанцию. Вот не было ли таких отзывов или там критики в таком направлении? Критика была в другом направлении, критика, особенно там были учёные некоторые, странные, которые смотрели на фильм как на научную статью и говорили, что вот смотрите, вот у меня в научной статье есть там абстракт, есть там выводы, а у вас фильм плохой, потому что у вас нет выводов, вот он не построен по канонам. Научной статье, да? Да, научной статье, потому что где история вопроса, где вот это вот то-то-то-то-то-то-то. Вот, это было неожиданно немножко. Я говорю, ну, это авторское кино и на самом деле учёные, когда смотрели фильм первый, они говорили, это не научное кино, это авторское кино, потому что это, Юль, твой взгляд на то, чем мы занимаемся и это интересно поэтому, нам интересно смотреть, как ты это видишь наши... С другой стороны, да? Да, с другой стороны кинематографисты говорили, не-не-не, это не документальное кино, оно научное, я когда звала кинокритиков на показы, они отказывались, говоря, что мы ничего не понимаем в науке, мы кинокритики, мы кино обсуждаем, а у тебя что-то там совершенно, что-то про науку, мы не знаем. И вот, очень сложно было понять, куда этот фильм, то есть, с другой стороны он не научный документальный, в какую сторону, не документальный, да, мы стараемся совмещать, мне интересно совместить жанры, я сама этот вопрос потом изучала специально со своим преподавателем журфака, мы с ней копали на эту тему, что такое научно-популярное кино на жанры, там статью написали, вот, и мне интересно, мне сейчас интересно совместить какую-то научную информацию и художественные образы, сейчас еще каких-то героев, там в следующем фильме у нас драматичные истории будут, вот, вот, была такая критика, что почему-то, вот часто зритель думает, что кино ему что-то должно, и что вот я пришел и не увидел в фильме, вот вы не показали корреляции между, там, нейронный корреля с сознанием, вот я хотела увидеть, не было, не сказали ничего об этом, или я вот пришла с ожиданием, что вы там расскажете, там, про сон, а у вас там не было в фильме, вот, какие-то неоправданные ожидания, это, наверное, основная критика, также часто критиковали структуру, почему у вас много, ну, структура, да, то есть вы не один какой-то вопрос исследуете, а вот много разных тем, как-то у вас, вот, ну, то есть, я даже не знаю, как это комментировать, потому что там недавно была конференция Input, мне сказали, у вас слишком поверхностное кино, у вас слишком поверхностное кино, вы снизились до уровня аудитории, которая тоже поверхностная, кино не глубокое, я тоже не знаю, что на такие вопросы отвечать, потому что, ну, у нас вот есть там хороший комментарий от нашего зрителя, уважаемого Виктора Яковлевича, Кузь Иванова, он как раз пишет о том, что все правильно, вы сделали, вот вы пишите, зритель остается голодным, а какой-то зритель наоборот, он не голодный, он наелся, он посмотрел и сказал, я все это и так знаю, у меня ничего нового, ну, то есть, я же не, вообще, когда мы говорим зритель, мы не очень понимаем, кто это, да, то есть, когда мне говорят, вы ориентируетесь или не ориентируетесь на зрителя, я говорю, простите, на кого, да, у нас, во-первых, нет социологических исследований, у нас вообще это вот более, были когда-то попытки их вести, но, не знаю, сейчас, мы не исследуем зрительскую аудиторию, а аудитория абсолютно разная, мы, когда проводили анкетирование в Центре документального кино, это было спустя, наверное, полгода после того, как фильм уже шел, я получаю данные анкетирования и обращаю внимание, что почти 100% людей, это люди с высшим образованием, из них там каждый четвертый имеет научную степень, ну, то есть, вот спустя полгода, конкретно на этот показ, пришли люди, и как-то так они подобрались, что вот они из околонаучного сообщества, у них там ученые степени, да, но понятно, что это не может быть нашей там целевой аудиторией, потому что в следующий раз мы приедем к вам, например, или мы приезжаем там, опять же, благодаря гильдии, мы же не первый раз участвуем в этих киноклубных программах, но прошлый фильм, также показы был в киноклубах, и я ездила, сейчас мы вот по зуму, а тогда я ездила, я встречалась со зрителями, ты приезжаешь там в библиотеку Герцена, там в Кирове, и там совершенно другая аудитория, и совершенно другие люди, и вот вычленить, ну, примерно есть какое-то ядро, конечно, мы примерно понимаем, но когда мне говорят, что вы опустились до уровня зрителя, я вообще не понимаю, о чем мне говорят. Да, это странная формулировка. Да, 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 то есть, я делаю, в принципе, я считаю, что это авторское кино, потому что, ну, я художник, я так вижу, всегда можно так оправдаться, да, понятно, что я все-таки, как, примерно представляю, что нужно сделать, чтобы зритель, там, не уснул на первых, там, десяти минутах, но с другой стороны, были зрители, которые говорили, я вот недавно, опять мне там сказали, у вас очень скучный фильм, ну, знаете, а были зрители, которые, например, я читала даже отзывы в интернетах, которые говорили, вот сходила еще тогда-то, а потом пришла и еще раз посмотрела. Да, еще раз посмотрела, и опять же, и еще раз посмотрела. И в тех же анкетах, как ни странно, 86 минут в фильм, несколько, мы спрашивали плюс, минус, и в минусах несколько человек написали, фильм быстро закончился. Ух ты, 86 минут. Нормально, 86 минут быстро закончился. Это очень хорошее, кстати, хороший отзыв. На одном дыхании посмотрел. Когда фильм, да, полтора часа. Одни зрители говорят, на одном дыхании посмотрел, потом вдруг появляется человек, который говорит, а я уснул. Вот это же все про то, о чем вы говорили, это про наш мозг. Вот как мы это все восприняли, так это и есть, да? То есть один говорит, что быстро, другой говорит, что там слишком долго. Один говорит поверхностно, другой говорит очень глубоко. Ну и так далее. Да, поэтому тут вообще нет никаких внешних критериев, на которые можно ориентироваться. Поэтому я ориентируюсь исключительно на какие-то внутренние. Юль, скажите, пожалуйста, уже сейчас, если кто-то нам напишет какой-то вопрос, мы его обязательно, вы на него ответите. Но я хочу спросить вот о чем. Ваш следующий проект, он когда планируется к выходу в свет? Ну, если все будет хорошо, и 2021 не принесет нам чего-то еще более странного, чем 2020? В апреле. В апреле, да? Это будет премьера в Москве. Ну, сейчас ведутся переговоры с кинотеатрами, киносетями, поэтому либо мы выходим сразу в прокат по всей стране. А, вот так. Да, поэтому мы сначала решим вопрос с прокатом, а потом будем решать вопрос с премьерой, потому что премьера с прокатом не всегда бывает, не всегда стартует в один день, да? Ну да, да. Поэтому вот. А вот и вопросы еще. Адаптироваться под аудиторию безусловно оправданно, но для избирательного привлечения правильных зрителей целесообразно формулировать и озвучивать те высокие задачи, которые ставил перед собой режиссер фильма. Ой, слушайте, это меня вот пиарщики иногда мучают. Я аж так не люблю этим всем заниматься. Вообще не люблю ходить на пресс-конференции, что-то говорить, вот объяснять, в чем сверхзадача. Я бы так с удовольствием переложила бы это все на кинокритиков и на... И пиарщики меня тоже мучили. Юля, давайте скажем... Вот какая вас... И вот они меня прямо... Нет, вот это не... Давайте вот это... Я говорю, ну я хочу, чтобы научпоп смотрели в кинотеатрах. Вот мне вот понравилось когда-то там в Амгике, вот как я сижу в зале, смотрю научпоп на киноэкране. Вот я хочу, чтобы другие люди то же самое испытывали. Вот я хочу, чтобы научпоп показывали в кинотеатрах. Это, кстати, вполне подходит под сверхзадачу, между прочим. Еще какая? Ну, я не знаю, вот у меня и есть какое-то внутреннее чувство, а потом можно формулировать сколь угодно. Вы же знаете, что наш мозг, у него спросишь, он что угодно объяснит. Собственно, это суть нашего сознания, объяснять вообще все, что происходит. Поэтому я вам сейчас могу сказать, знаете, сверхзадача фильма, чтобы человек задумался о своей ответственности. Или, например, сверхзадача прошлого фильма подумать о том, насколько мы толерантны. Кстати, на самом деле было очень любопытно, когда как раз в Кирове встает такая женщина, такая уж пожилая женщина и вдруг говорит, знаете, я вот только посмотрев этот фильм, вдруг поняла, что мы действительно все разные, мозг у нас у всех разный. И, ну, мы там говорили про конфликты, которые возникают из-за того, что у всех разное представление о мире. Она говорит, я вот это сейчас только поняла. Я прям вижу у нее какое-то переосмысление. Открытие, да? Может быть, ради таких моментов, да. То есть сформулировать-то я могу что угодно сейчас прям придумать. Потому что ни вам никто, в принципе, ни один человек не отдается особо себе. Он отдает себе отчет о том, что он делает, но попробуйте выяснить и выясненные мотивы. Объяснить-то все, что угодно можно. Да, да, да. Это правда. Так, пожалуйста, еще. Вот еще вопросы. Ваши фильмы не только про знание мозга, но главное это про ценности. Кстати, ценность это такой элемент драматургии. есть прям вот в драматургии раздел ценности, да. У нас, например, ну, если взять классические игровые фильмы, есть герой, есть антигерой. И герой всегда утверждает некую ценность. А антигерой утверждает противоположную ценность. И сцены, они так строятся. То есть ценность утверждается, потом утверждается противоположная ценность. Идет такая борьба ценность и борьба. Это конфликт. Вот. Поэтому ценность это такая для кино значимая вещь. Вот. И финал зависит от того, какая ценность побеждает. Еще хотела выдержку одну даже записала себе. Это как раз где-то в рецензиях или в отзывах зрителей я прочла на одном из сайтов, кажется, на Кинопоиске. Значит, пишет дама, которая посмотрела фильм, свои впечатления, и там такая фраза «Мозг управляет нами как машины, давая оттяжку в доли секунды, чтобы мы не поочуяли подвох и ощущали себя единственными авторами своих действий». Да? То есть у человека слож... Вот кто посмотрел, сложилось такое впечатление, что это все такая некоторая игра, что все уже предрешено, мозг нами управляет, он сделает все равно так, как сделает, но чуть-чуть зазорчик есть, чтобы у нас такая иллюзия создавалась, что мы только сами себе хозяева. Вот вы лично как считаете? Ну, во-первых, в этом высказывании есть отсылка Татьяне Владимировне Черниговской, которая любит тоже об этом говорить, что мозг что-то решил, а потом вам послал сигнал о том, что вы сами это сделали. Найти какие-то научные... Ну, смотрите. То есть это вполне... Ученые, во-первых, еще не определились с тем, что такое сознание, да? Эту тему тоже можно снимать отдельно, 50 фильмов, да. Ученые еще не определились над тем, что такое свобода воли. Нет, единое мнение, у всех разное, ну, отличается. Есть какие-то классические определения, есть. На эту тему тоже можно дискутировать, поэтому прежде, чем о чем-то говорить, нужно сначала договориться, о чем мы говорим. Потом ученые дискутируют до сих пор на тему, что такое я. Поэтому, когда мы говорим я, то нужно тоже представлять, о чем конкретно мы говорим. То есть мозг подал мне сигнал, кому мне, он понял, кто этот я, кто этот субъект, который воспринимает то, что мозг, а мозг это кто, это не я, ну, то есть можем вообще в дебри уйти. Что касается свободы воли, я считаю, что у человека есть свобода воли, пользоваться свободой воли или не пользоваться свободой воли. То есть, в принципе, это каким-то образом может, наверное, помочь, когда ты хочешь съесть 12 часов ночи еще половину шоколадки, ты можешь сказать себе, но у меня же есть свобода воли, не есть эту шоколадку, в принципе, я могу же это сделать. Но это какие-то объяснения, такие игры разума. Наверное, все-таки позитивнее считать, что она есть. Опять же, очень хорошо, Вадим Никулин в конце фильма привел пример про студентов, одни из которых прочитали про свободу воли, а другие нет, и как потом мозг открыл, да, и как это воспринималось, как эта информация влияет на наше мышление и в то же время на наши действия и дальше, дальше, дальше. Вот. Поэтому, собственно, я искала какой-то положительный момент. Поспорить с Василием Ключеревым, который говорит, что вот детерминизм и все, сложно, да, у меня нет никаких контраргументов на самом деле. Вот. И поэтому пришлось прибегать к помощи философов, и мы уже дошли опять до Канта, да, и... И вернулись обратно на всякий случай. то есть... Не углублялись. Давайте мы будем думать, что она у нас есть. Давайте, да. Как такой ответ. Ну, это как-то, кстати, вполне себе хорошо думать, что у нас есть свободу воли. Это как-то вселяет надежду и дает какие-то силы. Есть у нас еще вопрос в чате от Кирилла, и, наверное, у нас, Тимофей, скажите, у нас со временем-то что? У нас есть, конечно, время, но, тем не менее, мы помним о том, что его какое-то конкретное количество, поэтому у кого еще есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Насколько для режиссера на фоне исследовательской оставляющей важна история конкретных людей? Ну, здесь у нас конкретные люди, это как некий пример все-таки, То есть мы на конкретных... Тут, наверное, вот даже в первом фильме это очевиднее, когда мы рассказывали про сиэнестезию, и у нас были конкретные люди, которые рассказывали про сиэнестезию. То есть, смотрите, в чем разница. В документальном кино как бы предмет исследования, да, это человек, а в научно-популярном предмет исследования это предмет. То есть мы сейчас исследуем мозг, да, для нас с этой точки зрения интересен человек. То есть если мы берем человека с какой-то особенностью мозга, да, то нам он интересен в контексте вот этой особенности. То есть мы его не раскрываем со всех сторон, как мы бы раскрыли документального героя, да, мы раскрываем его только вот с маленькой той стороны, где он для нас интересен, ну, там, с научной точки зрения. Вот, сейчас вот в следующем фильме мы, наверное, сделаем попытку чуть-чуть больше раскрыть героев. Ну, то есть, например, у нас есть один герой, который у нас снимался в фильме про роботов и в фильме про чип, ну, в фильме про роботов он, у него там одна роль, да, если можно так назвать, функция. В фильме про чипа мы хотим его немножко с другой стороны раскрыть, потому что, ну, одного человека можно раскрывать с разных сторон в зависимости от того, ну, как это нужно для задачи, как для драматургии. Вот, поэтому здесь, конечно, вообще снять про человека это вот фильма не хватит. Когда я снимала фильмы-портреты, я могла снимать там часовой фильм про, там, мы снимали саму Движенку, да, про девушку, которая в 22 года решила выбраться в муниципальные депутаты, да, и, по сути, весь фильм был об этом. Мы чуть-чуть затронули про ее личную жизнь, да, ну, то есть вот, но все равно весь фильм про то, как она там выбиралась с депутатами, то есть с этой стороны она раскрыта. Вот, поэтому здесь, конечно, здесь люди по минимуму раскрываются, а здесь задача была какие-то феномены показать с мозгом связанные. Вот. А может мы трейлер посмотрим? Да, пожалуй, можно посмотреть. Давайте его сейчас как раз и включим. Когда у тебя из головы торчат эти электроды, во-первых, это неудобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The general idea was to ask the question of whether you can control the free flight of insects. really wanted to try to adapt that technology and develop new technology for controlling flight. Я вам несу всю кинула. Как-то да. Не, ну вы досмотрите, досмотрите. Сейчас много электродов разрешено даже имплантировать человеку. и наступает момент, когда его приводят в специальную комнату, подключают его к устройству. В этот момент мы видим вот эту реакцию, когда человек говорит «Я вижу». И как это не лечили, это не лечилось никак. Вот так вот как-то я должен жить. Пока мне не вставили нейросимулятор. Вот теперь и такой. Вчера, например, у меня даже вот я поворачиваю в голову, а у нас крипы твои как будто электроны в голове. Короче, знаете что, я не хочу это афишировать вообще, что у меня такое заболевание. Можно я просто даже буду говорить типа, ну я там падала в обмороке, потому что это реально ужасно. Такой удар по самолюбию, что ли, ты чувствуешь неполноценным человеком. А когда ты уже подрегулировал, то я уже человек. Я уже нормальный человек-робот, киборг. Я почти сразу уже после постановки диагноза стала изучать вопрос вообще, как можно реабилитировать ребенка. это настолько прорывной момент в науке, когда ты делаешь операцию ребенка, и глухой ребенок начинает слышать. Не придем ли мы вот в таких технологиях к созданию киберсуществ? киберсуществ. Мы отдаем себе отчет, что эти технологии все-таки разрабатывает человек. И от человека, который их разрабатывает, зависит, насколько опасный инструмент он создает сам для себя. Ну вот, кстати, я в эфире, да, Тимофей? Да, да. Не тот трейлер послал, а сейчас Тимофей правильно покажет. Но это тоже интересный момент. Смотрите, этот трейлер сделан для питчинга был, для питчинга флортиана. Мы ищем сейчас такую продукцию. Часть материалов снятых, часть материалов взяты из прошлых материалов, да, ну, вы первый фильм не видели, вот, например, Жуки, вот, Махарбис, мы его снимали для первого фильма, сейчас мы пытаемся каким-то образом организоваться, чтобы снять, я не знаю, как сейчас снимать в США, честно говоря, мы пытались в прошлом, в этом году снять в Германии, все границы закрылись, вот, у меня такое ощущение, что частично вот этот фильм про Чипа будет снят в Зуме. потому что, да, 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 в октябре проходила конференция по нейроинтерфейсам, которую я очень люблю, мы там снимали часть эволюции, и в этом году она была онлайн, я на ней присутствовала, потому что так получилось, что я вела частично эту конференцию, и я сидела там круглосуточно, сколько там вот она шла и смотрела за дискуссиями, в какой-то момент я прям обратила внимание, что я сижу и смотрю как кино, то есть вот у меня Зум, несколько ученых, они обсуждали какие-то этические вопросы, и я такая, о, это надо в фильм брать, в общем, взяла у ребят запись, и мы сейчас как раз думаем о том, что если будут закрыты все границы, мы не сможем приехать в Германию, мы все порываемся, снять в двух местах или там мы не сможем приехать в Америку, то мы сделаем такую линию, как ученые обсуждают через Зум, ну, то есть в Москве будет снято основное количество материала, да, и частично в Зуме, вот, ну, собственно, это про что, это про то, как бардак у режиссера в голове, который делает три проекта одновременно, это я про ссылку на трейлер, вот, собственно, трейлер про роботов мы вам сейчас покажем. Как объяснить любовь с помощью формулы? А что такое любовь? Органицы не могут гарантируют, что, знаешь, один день они не будут думать, что человек, с которым они думали, что это правильное для них, не правильное для них. Уже сейчас, в 2020 году, очень многие пары живут в отношениях без отношений. Прекратите, я смущаюсь. А я-то как смущаюсь. совсем похожий на человека робот, но все-таки не совсем человек будет вызывать некоторые переживания отталкивания. Какие чувства я у вас вызываю? Страшные. быть человеком здорово, но мы слишком зависим от нашей телесной оболочки. Мозг нужно сохранить, все остальное можно заменить на искусственной части. У меня нейросимулятор. Такой удар по самолюбию, что ты чувствуешь неполноценным человеком. отталкиваешься. А когда ты уже подрегулировал, то я уже человек. Я уже нормальный человек-робот, киборг. Хоть киборг, но человеческий. Человеческим лицом. Ты знаешь, что такое любовь? Я ничего о нем не знаю. Наверное, он очень интересный, раз ты о нем интересуешься. Это какая-то, наверное, наука будущего, такая педагогика роботов. Как построить вокруг робота окружение и какую литературу и в каком порядке ему давать, чтобы воспитать достойного члена общества. Вот очень интересная история была с Родионом, а Родион — журналист, причем он пишет о кино. И у нас, когда был показ «Мозг революции», у нас был, по-моему, пресс-показ как раз в Центре документального кино. У нас два пресс-показа было, один в РИА, другой в Центре СДК. И, значит, журналист из ТВ, кино, радио мне говорит, можно я возьму интервью? Я говорю, можно. Он, значит, берет у меня интервью, я ему рассказываю, говорю, ну вот, а следующий фильм мы снимаем, будет там, через час мы про робота, по-ещему будем снимать про чипы. И начинаю рассказывать про импланты. Он говорит, а я знаю, что это, у меня они стоят. Я говорю, как стоят? И он мне показывает, вот у него два импланта. Я говорю, блин, круто, давай ты будешь у нас в фильмах сниматься. Да. Он говорит, а давай. Сначала мы не очень понимали, что делать. Потом он у нас стал таким сквозным персонажем, потому что он, так как журналист, мы, в общем-то, фильм, это немножко, фильм 16 плюс про роботов, потому что там секс-купы. И такая тема деликатная. Мы нашли единственного секс-робота в Москве, он был сломанный, потому что его сломали клиенты. И мы пытались его починить. Даже договорились с одним инженером, мы говорим, давай ты нам, а, говорю, давай ты будешь чинить робота, а мы это снимем. Мы за одним поговорим про, так как он занимался тоже интерфейсами, не инвазивными. Он говорит, не, не, я не хочу сниматься, в сцене с секс-роботом. И в итоге нам пришлось, ну мы уже открытым приемом, мы так в фильме и сказали, а мы теперь вот взяли эту куклу и просто вышли с ней на улицу, потому что нам было интересно, как окружающие люди будут реагировать. И у нас целый эпизод, где Родион с этой куклой сначала на корабле, потом идет по городу. Мы пытались понять, как люди, как окружающие будут реагировать. И знаете, что удивительно, что люди настолько сейчас уткнуты свои гаджеты, что они вообще не видят, что вокруг происходит. Нам очень-очень сложно было какие-то реакции людей вообще найти, потому что все идут с телефонами, потому что рядом идет человек, у него там какая-то кукла на кресле. и Родиону пришлось просто провоцировать, подходить, что-то там спрашивать. А в конце фильма, спойлер, получается, что он сам такой киборг. А в Чипах мы решили эту историю сделать драматично, ну, в общем-то, поговорить больше про самого Родиона, как он с этим живет, как он жил нормально, как он жил потом с травмой, без чипов, потом, как он стал жить с чипом. И сейчас у него есть некий страх, что аккумулятор разрядится, перестанут работать импланты, опять вернется симптомы. Это вот как раз к слову, как раскрывать героев. Можно одного и того же героя раскрывать по-разному. Я сначала... У меня, кстати, есть такое, что почему-то, я не знаю почему, у меня бывает такое, что герои фильмов пересекаются. Даже случайно бывает. Даже интересно. И вообще интересно, вы нам немножечко приоткрыли так завесу и чуть-чуть немножко спойлеров, поэтому мы будем с удовольствием ждать, конечно, ваших новых проектов. Как не интересен наш разговор, все хорошее когда-то заканчивается, поэтому мы тоже будем так идти к завершению нашей сегодняшней встречи. Хочется сказать спасибо чему? Чему? Технологиям, да? Зуму. Как бы мы не ругали онлайн, потому что его в последнее время стало очень много в нашей жизни. Здорово, что он есть, потому что ну как бы мы тогда еще собрались, потому что все наши предыдущие попытки собраться, они не увенчались успехом. Юля, для тех, кто не знает, была членом жюри 19-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа», который в Икутске проходит осенью, но приехать не смогла по известным причинам. Потом мы очень надеялись на ноябрь и готовились ее встретить как раз, чтобы этот фильм посмотреть в нашем кинозале, но и этого не произошло. Ну, слава Богу, что сейчас мы встретились и смогли обсудить и посмотреть. За это еще раз хочется большое спасибо сказать гильзии неигрового кино и телевидения, которая организовала этот показ в рамках программы «Мой киноклуб», которая проходит при поддержке фонда президентских грантов и лично куратору проекта Марии Маскевич. Она сегодня была с нами. Весь этот просмотр и разговор большое спасибо, Мария. Да, еще Тимофею, который обеспечивает нам трансляцию. я с ним уже который раз пересекаюсь в зуме. Поддерживает, да, Тимофею тоже огромное спасибо. У нас сегодня было очень большое количество площадок, по-моему, впервые так много и все прошло, по-моему, замечательно. Спасибо всем, кто был с нами и кто задавал вопросы и тем, кто просто смотрел и не задавал, тоже большое спасибо. Это ценно, мы чувствовали вас, хоть мы и разделены километрами. Хочется всех поздравить с наступающим Новым годом и, в общем, давайте надеяться на то, что он принесет нам гораздо больше позитива, чем 2020-й, хотя, наверное, что-то хорошее в уходящем все-таки у каждого было. Всем большое спасибо, напоминаю, что сегодняшнюю встречу, партнером сегодняшней встречи был Иркутский областной кинофонд и мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем увидеться очно в наших кинозалах. Всем большое спасибо еще раз и до свидания, до новых встреч.